Всем привет! Тема диатонические лады очень многих привлекает и одновременно пугает. Давайте, как обычно, для примера возьмем тональность до мажор, потому что нам удобно находить эти ноты на грифе, потому что там играется все по белым нотам, да, по белым клавишам, если брать пианино. И вот смотрите, если вы играете до мажор, ну, наверняка все вы, если смотрите это видео, знаете гамму до мажор от шестой струны. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Помните, был параллельный ля минор? В который мы играли такие же ноты, то есть по белым, но начинали не от ноты до, а от ноты ля. Поскольку у них одинаковый набор нот, просто мы начинаем с разных ступеней, да, вот типа с разных нот, поэтому это разные тональности, то есть разные гаммы. До мажор. Мы начали играть все по белым клавишам, но с ноты до. А теперь я начинаю играть все по белым клавишам, начиная от ноты ля, то есть с параллельного минора, как бы, да. Видите, как я сказал? Мы играем те же самые ноты, но просто начиная от ноты ля. Вам не кажется это подозрительным и интересным? Вот смотрите, я сыграл так, начав с восьмого лада, а потом начав с пятого лада. Кто мне запрещает сыграть тот же набор нот, те же самые ноты, но начиная от ноты си? Си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Слышите, какое звучание? Теперь смотрите. На самом деле сейчас мы с вами только что построили лакрийский лад. Ну, как бы аппликатуру такую. Теперь, если от ноты до я начну играть мажор. То есть приятное звучание такое доброе, да? Если начну играть как вот отсюда с ноты ля ту же аппликатуру, звучание стало более грустное, и это минорное, потому что я просто играю такую же аппликатуру. А теперь я вспомню, что я играл с седьмого лада. То есть если сравнить это с минором, вы можете заметить, что у меня в гамме как бы вторая ступень понизилась, и вот эта пятая ступень тоже понизилась. То есть раз, два, три, четыре, пять. То есть... Надеюсь, что вы не потерялись, потому что сейчас я все время играю в одной октаве, то есть на всего лишь трех верхних струнах. И теперь смотрите, вы уже увидели, да, что находясь просто в до мажоре, я могу играть эти же ноты, то есть все по белым, начиная с разных нот. От ноты до, от ноты си, от ноты ля, от ноты соль, то есть соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. И так далее. То есть фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Вы понимаете, я надеюсь, что вы сейчас просто увидели, что я получал как бы разные аппликатуры, играя одни и те же ноты. Вот эти аппликатуры, это и есть лады. То есть, смотрите, если я сейчас вот... Давайте теперь начнем по порядку, да, если вы посмотрите вообще тему лады, то вы увидите, что они идут так. Ионийский, то есть мажор, потом идет дорийский, потом идет фригийский, потом лидийский, потом миксолидийский, потом эолийский, то есть минор, а потом идет лакрийский. Все эти названия сейчас пока что пугают, но на самом деле вот после лакрийского опять идет мажор, то есть все повторяется. И теперь смотрите, что я сейчас буду делать. Я сейчас пойду не вниз, а пойду вверх, то есть я играю до мажор. Теперь я играю те же ноты, но начиная от ноты ре. Что я играю? Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре. То есть это ре дорийский получается, но он как бы принадлежит до мажору. Дальше я начинаю просто до, ре, ми, от ноты ми играть. И я играю ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. И я принадлежу как бы мажору, или же до мажору принадлежу, или ля минору, кстати. Надеюсь, вы понимаете теперь, да, в чем суть. Я принадлежу до мажору, потому что я играю по белым нотам, но с опорой на ноту ми. То есть был мажор. Я бы мог просто сыграть вот в этой аппликатуре, но не от ноты до, а от ноты ни начав. Но сыграл так, чтобы у меня было по три звука на каждой струне. Ну, кроме четвертой. Все, мы идем дальше с вами. То есть вот это у нас был фригийский, третий лад мажорной гаммы. Далее идем после ноты ми, идет нота фа. Мы играем фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Можно строить красивые аккорды. Видите, как это очень здорово? Лады могут помочь вам преобразовать всю вашу игру. То есть от ноты фа мы сыграли фа лидийский, но мы принадлежим до мажору или ля минору, потому что мы играем по белым клавишам. Далее мы играем от ноты соль. Соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Если здесь неудобно, можно переехать сюда. Это получился миксолидийский лад. Соль миксолидийский. Но он принадлежит до мажору. От ноты ля у нас что получается? Ля минор, мы к нему пришли. Но мы принадлежим как бы до мажору, потому что мажорная гамма является главной в музыке. И в основном все лады, вот эти диатонические, с ней сравниваются. Ну, потому что мы в ней находимся. Не просто так до мажор. И вообще мажор находится первым по порядку, да, в списке ладов. Сими ладов. Далее мы идем от ноты си. И получаем лакрийский, да, о котором я говорил. Ну и теперь давайте я все эти аппликатуры поиграю от ноты до. То есть у меня будет сначала до мажор, потом будет до, дорийский, потом до фрегийский, до лидийский, до миксолидийский, до минор, до лакрийский и опять до мажор. До, дорийский. До фрегийский, до лидийский, потом у нас что? Миксолидийский до, потом у нас идет минор и потом у нас идет до лакрийский. Ух, наверное, страшно звучит. У меня такое ощущение, что я вас уже напугал, но не пугайтесь, не теряйтесь. Давайте мы попробуем еще кое-что упростить. Вот смотрите, у нас есть аккорды с вами минорные, да, и мажорные. То есть минорный аккорд, помните, это когда у нас малая терция используется, то есть... А мажорный аккорд, это когда большая терция. И вот все эти лады, их можно как бы либо с мажором сравнить, либо с минором. То есть мы играем, например, привычный нам мажор. Вот. Потом у нас идет там дорийский. Мы видим, да, что он больше на минор похож. Пока не трогаем. Идем дальше. Там был потом фрегийский. Он тоже, да, не доходит до ноты ми, то есть нет вот этой мажорной терции. Идем дальше. У нас идет лидийский лад. О, начало такое же. Смотрите, мажор. То есть... А если сравнить лидийский с мажором, то там будет четвертая ступень повышенная. Было так. А теперь у нас фа диез. Кстати, забегая вперед, вы сразу можете сказать. До лидийский я сыграл ноты какие? Все по белому, кроме фа диез. То есть какое-то отношение это уже имеет к ми минору. Интересненько. Или к соль мажору. Идем дальше. Далее у нас был микс лидийский. Сначала сыграем мажор. Вы уже, надеюсь, глазами запомнили. Очень важно визуализировать. То есть 8, 10, 12, 8, 10, 12, 9, 10. Микс лидийский. То есть седьмая ступень понизилась. Было так. А в микс лидийском. После этого у нас с вами идет минор. И, в принципе, на этом мы заканчиваем. То есть мы эти лады, которые сравнивали с мажором, можем назвать типа лады мажорного наклонения. То есть это мажор. Это лидийский. И микс лидийский. Меняется всего лишь одна нота по сравнению с мажором. И это очень легко. То есть если вы знаете мажор, вот эти два лада, всего лишь там одна нота будет меняться. Далее вспоминаем минор. Я, конечно же, знаю эти все аппликатуры. Вы просто поиграете и тоже их запомните. У нас был дарийский лад. Видите, если сравнить с минором, то у нас повысилась только шестая ступень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Было так, а стало так. Фрегийский лад. Минор. То есть у нас по сравнению с минором во фрегийском понизится вторая ступень. То есть было так. Но. Потом у нас был лидийский, да, по порядку. Миксолидийский. Потом минор, с которым мы сравниваем. И потом, наконец, лакрийский лад. Минор. Лакрийский. Это единственное исключение. Тот лад, в котором две ступени поменялись, да. Вторая понизилась. И пятая. То есть... Еще очень интересно, если вы посмотрите на квартоквинтовый круг. Так, давайте он появится здесь. Наконец-то я начал вставлять картинки. Отлично. Вы можете заметить, что в тональности до мажор у нас нет аккорда от ноты си. Все потому, что если мы строим мажорный или минорный аккорд, у нас с вами есть тоника, терция и квинта. А если я вот сейчас посмотрю, просто проанализирую. Си минор, например. Нота фа диез появляется. А если так? Еще и ре диез. Нам эта нота вообще не нужна. То есть у нас ее в до мажоре не было как бы. Надеюсь, я вас не запутал. Мы сейчас в до мажоре рассуждаем. Поэтому здесь получается так. То есть мы играем терция. И еще одна малая терция. Видите, звучание какое? Мы получаем уменьшен аккорд. Об этом мы попозже поговорим, потому что я и так уже очень сильно растянул видео. Но надеюсь, вам понравилось и было понятно. Поэтому записывайтесь ко мне на уроки, если хотите разобраться с музыкой. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на этот канал на YouTube. И занимайтесь. Кайфуйте от музыки. И знаете, не бойтесь просто вот посмотреть и проанализировать, посравнивать. Самая лучшая музыкальная теория, это та, которую вы изучаете методом тыка. Вы пробуете что-то. И тогда вам максимально интересно. И у вас рождаются новые идеи.